И всем привет! Это одна восьмая ультимейт фасткапа номер 17, в которой встречаются команды Ай-Ту-П против Кэтсов. И опять у меня название не так. Со мной сегодня кастит Растахон, Норр ушел. Всем привет, доброго времени суток. Правда у него маленько подлагивает, но не суть. Пробанили тут легионовцы паразита Магмуса, Кэтс им ответили доктором Репульсором и Варбистом. Пикнули легион Геомантера, Глацус и Дранкенмастера. Хеллборном ответил Бегемотом, Рапсодией и Пэблсором. И вот банят тут. Что тут у тебя там? Туда лагает, не знаю. Раз-раз? Да, раз-раз, в прием, как слышно. Вроде нормально. Так, составы команд. У легиона Джекира, Наностаг, Тевс, тот же Вуку, Рейнфорест и Вукью. Команда Хеллборна. Гуэс Ху, Кай, Шула, Артмейстер и замена ФФу, как я понимаю, Сильвер Сансет. Из команды Кам, бывший игрок ихний. И вот тут пробанились. Солдис, Аравенура, Темпостас, Ивудблэда, Инженера и Флакса. Ну что, тут уже Дабл Мид есть. У команды Хеллборна это Рапсодия и Пэблс. Есть Хардлайнер, да, или Роу Мещий. И надо брать какого-нибудь Керри. Легионы еще не совсем понятно, как они будут расставлять. Ну, Легион как бы взял Дранкин Мастера, возможно, на Керри. Вот, Церкля. Сейчас посмотрим. И Акурсет, это, походу, Саппорт еще Акурсет. Дранкин Мастер в Миде и Валькирия на фарме. Скорее всего так. Иначе я это никак больше не понимаю. Что, у ребят за пик? Да, у меня обычный пик. Лагает в тяжел. Прямо жестко лагает. Попробуем исправить. И что же пикнет команда Хеллборна? Какого Керри? Леса у ребят не будет. Это Бегемот будет на Харде. Соло стоять. Остается 7 секунд. Через 5, 4, 3, 2... Все-таки Кланс. Ну, хорошо. Это значит будет... Кланг с Церклей на Изи. Дабл Мид, Пебл с Рапсодией. И на Харде Бегемот. А вот с лайнами... С лайнфазой Легиона... Я пока что в затруднении. Не знаю, как они... Что будут стоять. А вот, в принципе, свапнулась команда. Пойдет Дранкин Мастер на фарм. С каким-нибудь Глациусом. Соло Мид наверняка пойдет Геомансер. И Дабл Хард, Акурсет с Валькирией. Агрессивный такой лайн. Акурсет с Валькой. В принципе, у одного Валькирии есть сейв. Такой прыжок. Акурсет попросту... Ребята не захотят бить. Потому что у него щиты всякие. Он может его накинуть на себя. Или там Валькирию тем самым засейвить. Есть подхил. Геомансер. В принципе, будет стоять на миде. Если не будет подставляться, он будет получать экспу. И засейвить себя может всегда. У него есть такой... Можно сказать... Сейв на 1250 рейнджей. Почти что как... Рейнджа у Портал Кея. Там... Даже больше, чем у ПК. У ПК 1200 рейнджа. А у... Первого спала 1250. И вот сейчас могут подловить Рапсодию. Геомансер. Заметит. Рапса подставляется. И возможно будет умирать. Стан. Геомансер промазывает станом. Стрела. Еще и стрела не... Ну, Дранкин должен цепить. Вот это да. Вот это фейл. Очень слабо. Это... Очень слабо. Подводит сейчас геомансер. Да. Свою команду. Мясанул станом. Рапсодия заджукала, можно так сказать. Обманула. Игрока команды Легана. Могло бы сейдер. Да, да, да. Просто геомансер подстанил. И тем самым у Валькирии теперь нет сейва. Им надо как-то получать второй уровень. Им будет это сделать тяжело. Вырубает уже кланкс. Дуплан. Прокачал он второй. А, бегемот там уже блочит крепышей. Сейчас еще раз проблочит под Тауэром. Так, проблочил. Ну, и геомансер тут твой текст крипчиков под Тауэр. Сейчас попытается их добить. Уже один крипочек у нее есть на счету. А у Валькирия, кстати, тоже неплохо добивает тут крипов. С первой пачки у нее 1-1. Прогревает уже рапсодия геомансер, по крайней мере, пытается. Глацус прохорошивает бегемота, отгоняет его тем самым от Экспы. Ну, и пока тут все спокойно. Все фармят, занимаются своим делом. Жан. Жан-Жак. Настраиваешься? Пытаюсь тут у нее этот проблему. Прохорошивает рапса. Геомансер уже проследил его на полхп. Осталось у нее 1-1 деревце и гилачка красненькая. В пеноботе крипов. Аккуратно в эту тупую вышку. Вернули контроль. Ну, да, тут подформули. Валькирия даже подформули. А Курсит кидает щиток на Валькирию. Ну, у нее, в принципе, есть сейв и красный хилачка. И сейчас он отхилится. Бегемот тем временем забрал бот Фориген. И... Попавляется на мид. Пошел он по ларду. Вернулся обратно на бот. И команда Легиона ставит паузу. Бегемот, в принципе, можно сейчас сместиться на какой-нибудь мидок. Подстанет геомансера. Там потом Пэблс продолжит. И Рапсодия достанет. Просто ребята скинут скиллы и без ударов могут забрать геомансера. Сделать ФБ. Там стоит вардик. Ну, уже наверняка сейчас пауза. Как раз прошла инфа, что бегемота нет на лайне. Даже в районе Экспы. И сейчас... Поосторожней должен действовать геомансер. Он пробегал по варду. И вернулся обратно. Они это видели. Готовы вроде команды. Я, кстати, видел в бегемотах на харде часто. Которые приобретают себе чилис. И попросту даже... Просто юзают его по КД. И забирают там по крепочку, по два. С одним, с двумя ХП там. Не важно. Просто юзают по КД. И с фиссурами закидываются. Кирка сместилась на мип. Да, и возможно сейчас попробует забрать. Стан. Попадает в Пеблс. Надо закидывать. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Ошибается Рапсодия. Не дала сразу станчики по геомансеру. И отпустили. Профилился сейчас Генка. Весху. Отпустили ФБ. А геомансеру, кстати, до бутылки тысячи целых двести копеек. Он сейчас будет вынужден приобрести себе ТП. Еще. Отложит свою бутылку. Да. А Курс, кстати, стоит в кустах. Просто сейвит Валькирию. Валькирия, кстати, тем самым уже добил 11 крипов чужих. Мешают они пока что Кланксу. У него 18 крипов. А у Дранкенмастера наоборот. Тут фрифарм на лейне. У него 27 уже. 9 днф. Абсодия взяла ДТНАТ на топе. Да, в бутылочку. Сейчас это с ПБОСу. Если ПБОСу сейчас просто попадет в стан, они заберут геомансеру. А, ДТ выпил на Абсодия. Будет вообще сразиться. И, кстати, не забываем, ребята. Отправляем свои красивые моменты на Хон Горе на Ру Хайлайт. И вы будете получать призы. Можете там найти красивые моменты. На том же турнире Царь Горы или на этом. Отправляйте повторы и будете вознаграждены. Сейчас попробуют забрать какую-нибудь Валькирию или подцепить Акурсы. Да, Акурсы-то, кстати, нету ботиночка. Подходит сюда уже Бегемот. У него есть ботинки. Сейчас, если они заметят Акурсы-то. Бегемот. Бегемот. Должен цеплять. Ну, уже поздно. Не знают, что Бегемот там. А тем временем въехали на миде. И забирает ФБ команда Легиона. У геомансера нет ботинка. Через 2 секунды откатить у него первый спал, но не успевает. Пабаса станчик появился раньше. И Пабаса сделает дабл хил. Но команда Легиона взяла ФБ. Глаз условно подошел тут и они забрали Рапсодию. Рапсодия себе приобрела ботиночек. И он понимает, что на 8 секунды не дадут постоять. Решил заняться стаками своего леса. Геомансера такой противный. Третий спелл. 4 противный, 4 игрока Хеллборна. Да, сместились, смеет команда Хеллборна. Решили затронить геомансера беднягу. У него появилась бутылка, не стану. Нет, все-таки попадает побос. Поцепила Рапсодия. Там Песура и... То, что пробелся и смерть просто. Это геомансера. У него столько ХП нету, сколько в него влетает сейчас от скиллов. Его даже можно не бить автоатаками и просто раскастовать его. Не особо большой у него ХП бар. Оставили тем временем в одного тут Кланкса. И его спокойно прогоняет тут Акурсет. Решил поагрессировать и заберет сейчас Акурсет. Добился. Отлично, но... Но-но-но! И надо забирать за это Кланкса. Хороший размен. Заденайлся Акурсет. Отличная игра. Сейчас от него. И... Валькирия забирает Кланксет. А тем временем Дранкинг уже имеет практически 400 ГПМа. 55 крипов. 22 ДНа. Ну и его тут оставили на абсолютном крифарме. Уъезжает в Пеблс. Ставит ульту Геомайсер. Возможно сейчас будет Пеблс. Пеблс умирает. В принципе отсрочили его ПК. У него уже есть 900 копеек. Сейчас он вынужден будет еще себе приобрести ТПшечку. Останется там 700 с чем-то, с копейками. Вес Харборно почти весь в триплстаках. Да, сейчас Кланкс соберет какие-нибудь молнии себе. Но, в принципе, ему еще долго. Для них у него 250 ГПМа. Сейчас, если его еще разок заберут, команда Легиона, у него вообще будут плохи дела. Снимает тем временем Глацус Вардес. С Рунки. Прилетает по Блс. Взял ДД Геомайсера в бутылочку. И пока что игра-то равная. 3-3 по счету. 800 голды ведут команда... Ой-ой-ой, миссанула стрела. 800 голды ведет команда Легиона и 2000 эксп. Геомайсер с ДД. Прошла инфа, что Геомайсер с ДД подходит к Ланксу. Сейчас, возможно, его уходят зевлять. Тут, кстати, и Валькирия, и Бегемот. 5 человек, команда Леги Харборна. Прилетает сюда, ищи Глацус. И Дранкин должен себе приобретать ТП. Все, уже дает. Приехали в Акурсика. Заходят в спину Пеблс. Отличный реформ. Ой, станчик от Пеблса сразу же забирает Валькирию. Ищи, забирают Акурсика. Гадают уже минус 2 от команды Легиона. О, сейчас зацепь у нас еще Дранкина. Плохой размер сейчас будет для команды Харборна. Забрали еще Дранкина. Заберут, возможно, Геомайсера. В ответ забирают ВВС. И это размен-то. Два в пять. Точнее, три в пять. В пользу команды Харборна. Но они потеряли своих корт-героев. А Дранкин сделал ТП, сделал минус один и умер. А Дранкин, по-моему, приобрел себе Бульварк, и он у него лежит в курице или в стэше. А он перед смертью что-то купился? Нет, не перед смертью, он еще на лайне где-то его приобрел. Трипл-стак, кстати, уже на Эншантах команды Харборна. Хаббл сюда пока остается 300 копеек буквально, и Геомайсер будет отлетать тут в меди ПКД. Буквально потерпеть еще минутку, и выковать. Мисс Станом от ПБЛСа. На реакцию шел Геомайсер. Подходит Мит Аккорсет, но по Вардику его было видно. Че, и сносит Чужой Вард. Почему не давался стенд ПБЛС, могут быть спичь из Геомайсера? Весь экшен пока что происходит. Ой, Геомайсер же спил ПБЛСа. Подходит Аккорсет. Распустовывают Геомайсера, и даже щиток не помог, и первый спелл. И курс, и да. Геомайсер уже. Не дали Церкве капернуть Валькирию. И за это они будут забирать, скорее всего, Глассус. Ну нет, и Глассус даже ушел. Понятное движение от Легиона. А ПБЛС уже себе приобрел ПК. Она уже и летит. Неплохой результат на 12 минут у тебя в Портал Кей. 450 ГПМ, топ-команды. Топ-игры, можно так сказать, даже. Челис и... Бульварг появляется на Дранкине, пока что. Кланксу не дают выбраться из 300 ГПМ-а даже. Пока дела не особо-то хорошо. Команда Хелборна. Только один Дранкин приближается к отметке 400. Валька попала 4-секундной стрелой. Как прокрасили Кланкс, и он в очередной раз умирает. Вот эта стрела сейчас залетела. Видно, по Вардику сейчас прошел Кланкс. Так, ну тут крипов и залетел. Я был с на боте. Да, расписывай Дранкина. Просаженный Дранкин тут фарнул. Ну и размен керри на керри. Заходит в мид. Нету вардов. Нету инфы, что. Ну и все, в принципе, станут циркли и рассказать кто был с ним. Надо как-то ребятам сейчас собираться. Собираться из команды Хелборна. Бегать по 5 человек, чтобы их не убивали по одному. И вот сейчас может залететь 50-секундная стрела. Ой-ой-ой, и опять залетает. И в очередной раз будет умирать Кланкс. Ну, тут все ФТП. Подцепили Кланкса. Не дает раскистывать ульту. Классус, но у нее не хватает маны на это. И все-таки забирают в очередной раз Кланкса. У нее 240 АПМа. 0-4. Подцепили Акурса, да. Отличный тос от Пебелса. Но Акурса успел проезжать в ультуру, но его тут не отпустят. Дранкин в ответ убивает Рапсодию. И надо зацепить Акурса на команде Хелборна. Стан от Пебелса. Приходит Геоменчер. Отличный стан. Минус сразу Рапсодия. Никого он там зацепил. Никого не убил. Иллюзию, по-моему, только убил. Зацепили Пебелса и будет умирать. С него снес три. Напоследок он успел приобрести себе Бульварк. Ну, в принципе, хороший размен. Убили Кланкса. Он вынужден себе приобрести Энергайзер, а не выходить в какой-то фарм-итем. Или в Дефайнс-итем. Пока что шикарные стрелы в исполнении Валькирии. Практически всеми она попала. За исключением вот этого момента. В начале игры. Когда Геоменсер промахнулся первым скиллом. И Валькирия мистила стрелой. Так пока здесь стрела. По Тауэрам стрела. И вот она реализация. 0-4-3 на керри. Команда Хеллгорна. Геоменсер с хостой. Возможно сейчас в очередной раз будут забирать Кланкса. Так, стан. И... И это 0-5. Клабос расписывает в ответ от Дранкина. Забирает его. Прилетает сюда бегемот с ПК и это минус 3. Жест. Беги ПК появилось. Я даже не заметил этого. Это возможно после вот этого вот темпайта. И надо закинуть была рапсодию для начала, чтобы она подстанила как-то курсы. Но в принципе они бы его не убили. По курсу-то еще была манка. Тут и ульта у него была готова. Не дает проходу к Ланксу. Вообще 0-5 уже у него. 0-5. Ну Бэбблс пока что отыгрывает на все тысячу процентов. У него 10-3-5. Почти что 500 гпм. Есть уже бульварк. Возможно он сейчас будет выходить в Шаранку. Но Шаранка мне кажется его тут не особо спасет. Там Дранкин уже в скором времени будет нарезать. Даже пусть он и умирает. Но с появлением Шаранки у него. Плэбблс если будет летать в предих. То он будет умирать после залета. Кланк всем временем сместился в лес. Купил, приобрел себе сам вард. Отправил на разведку. Плэбблс с иллюзией. Спалили его на варде. Раскистывал он имшей. Халборн кстати видит что они фармят имшей. Сейчас возможно зайдут под инвизом валькирии. Есть ведь инвиз? Да, у нас инвиз. Так, инвиз от валькирии. Сейчас возможно будет тимфайт. Но тут уже бегемот на готове с ПК. Отступает команда Халборна. Стрела! Опять 50 секундный попал в цирклю. Вылетает геомайсер. Отличный сейв! Отп был сон. Просто в ВП. Да неплохо сыграно. Засейвал цирклю. Успел ее в толстность. Забирает чужих иншей и уходит. Добивает, да. Ну хотя бы иншей забрали. Кланг всем временем фармит. У него 250 гпм. Выходит он в нул стон скорее всего. Клангстант? Ну да, приобрелся лайфкинг и будет он себе первым митом тарить молнией? Может это будет просто сустейнер в молнии. Посмотрим. Стрела от валькирии. Где-где-где? Где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где. Скажи. А! Пролетела мимо. но не всегда же попадаешь посмотри сколько тут вардов и стильный легион точнее не легионах бывает ранкинтауэр добил бегемот все-таки не успел заданить 22 тп делают на мой успел прожать ранкинс его ульту но возможно и не сможет 4 секундная стрела в бегемот и он умирает из них убили я мастер тут на хосте подходит еще и рапса тут но тут пауза да кстати паблаз выходит на шарнку у него уже есть пойти блэд тысячи копеек на руках что у нас кстати пока пауза можно посмотреть сеточку так мягко уже прошла у нас в одну четвертую кстати следующий грамм и тоже 5 отправимся кэдсом кэси возьму наверняка или ай тупи будут играть против дастов команда мистер фокус сэма пока что кэдс и ближе к этой игре чем ай тупи у дранкина 3500 кармана наверняка это будет этот шаранкин но вряд ли он сейчас будет себе приобретать тот же даймоник хотя у нее есть деньги на это но он его не так пропустит как тоже шаранка он в тимфайте хотя бы сможет драться так просто его застанлочит если у него так закончится а у халборна в основном весь урон магический да тот же бегемот тот же паблз те же контроли рапсодии циркля там тоже magic да даже тот же кланкс он пока тоже magic он бьет что ульта что третий спал сурки у него пока что 90 урона но это можно сказать не дамы для дранкина 4 секунды кстати геомантера тут остается на станчике на кд и возможно они попробуют подцепить хотя нету побылся три секунды до пока нечем его подцепить не догонит он не успеет разойдутся сейчас наверняка команда ну и подключается курсит обратно в игру продолжим же одну две минуты да кстати это тимфайт пока что в пользу легиона попробовали инициировать тут в дранкина не получилось в ответку умирает бегемот и пока 10 в пользу легиона поэтому чем файтом отличная тп было ну да сразу наряд же что будут влетать но на вардах тут пробежал этот побался было видно и гнался за дранкиным изначально бегемот отсюда примерно свое временное тп шки стрела тут опять залетела в бегемота на 4 секунды где надо придумать что-нибудь с повторами надо файк рик файк рик об делать вот как в принципе на хон касте думаю не все так просто находка на хон кассе только недавно появилась в принципе это можно придумать все команды готовы стоп гоу да ой 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 поцепили геомайсер по такой трапсодия пэблс пэблс два раза кликнул да на пк да на этом все закончится а так бы забрали щас геомайсером а тут пока кланкс подфармливает свой лесок у него уже сейчас появится сустейн валька выходит на молнии приобрелась и как он называется варклифт 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 опа неужели 0 стон появляется на кланксе нет сустейнер с рецептом что-то купил себе дранкин мастер отфармливает чужой лесок церквя своими иллюзиями пэблс очистить ранкин приобрел что-то купил я не заметил неужели это шелбрекер потому что по деньгам у нее так получается пока что ничем и не летит может купил себе две части на шранке не 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 было 3 500 он приобрел что-то и у него осталось 500 копеек отличный варклифт ну сейчас в принципе посмотрим у нее 1000 голды на руках если это шелбрекер он возьмет себе рецепт еще апгрейдит его сейчас будут забирать тройных шей да в принципе геомайс только курс меньше просто рассыпается ну вот уже косарь 300 на руках на гранке сейчас посмотрим что он себе приобретет я же испугался и думал молнии это валькирия бежит на баланс тем временем отфарму 300 гп да у него уже рубль 400 на руках гранкин что мог что это это мог please я не знаю с чем это вообще объяснить но если только контрить портал кей контрит с чем вот я тоже не знаю если он ну надо ему сейчас тот нужд я не знаю чтобы паблс не уходил но смысл то в том что если паблс с него влетит с не прожатой ультой его попросту не отхилит до курса мало слишком у него хп 1200 очень странный выбор вообще я не понимаю вообще этого пока появляется на геомансере может он решил разогнать свой фарм может быть избивать пк всяким граблсом бегемотом в принципе у церкви скоро пока появится ну и чтобы попросту никто не уходил у кланкса тем временем сейчас появится не карм а отфармил он триста тридцать гп фармит парень без проблем триста сорок гп фарм ну вот загандали так нормально фармит бот пушит его одновременно кстати 12 забирайте временем церкви а тут иллюзий на базу забирают пока бегемоты тем временем появилась будет талисман заходишь амитки союзе тут ул опять пяти секунд и силам залетает бегемоты и это разрывчик будет подозреваем закидывает ранки на сейчас капернет его и в ответку теперь дранкин начинает резать команду легиона сейчас у паба садка дышится прокаст залетает расстовывает валькирию где-то уже 3 в 3 лангстуд добивает геомайсера 3 в 4 и догоняйся с класса все это будет 3 в 5 пока пока 2 секунды вроде бы тимфайт начинался хорошо для команды легиона но потом после копии церкви все как-то у ребят пошло не по плану когда дранкин свой же начал резать свою же команду с ребятами случилось что-то невообразимые они считай все влетели в паблс с рапсодий за счет пассивки он быстро быстро вышел из станов прожжал шранкин дал свой прокат ну там опять залетела пяти секундочку в бегемота бегемот попросту ничего не успел сделать в тимфайте только дал фисурку поражал войдет талисман и умер ладжиком просто его забрали за этот клан уже выходит 400 гпм приобретать себе молнии музыка такая гейская игрой аватара каун лизы свой второй спал ирландский аватар а ты живу ирландии доживешь ты не расстроился гейской музыки ни капли не расстроился поставьте на себе лесок худ появляется на курсе 10 уровня вот о чем я и говорил что дранкин в принципе взял себе мог его попросту не отхилили от рассказков того же появился потом еще дранкин у него влетел дранкин влечал в дранкина ну был бы тот же шранкин по нему бы не прошел урон от паблоса и кирка не смогла бы его скопировать кирка может копировать шантине а то есть он был в ульте если бы он был в ульте тогда не смогла а так можно шанки ты можешь копировать а я сейчас могут подцепить дранкина и почему они разворачиваются распили сразу все бульта от валькирии надо цеплять попробовать цирклю паре фарду бегают 15 21 в пользу команды кэс 6 400 голды они ведут и 8 400 экспы вылетают и бегемоты в этот побался разбирают они валькирию быстренько через ульту бегемоты сейчас возможно они зайдут на конгора фри конгора через иллюзии кирки они спокойно да я чую и рапсодии от конскольчик стоит команда легиона об этом даже не знает вардика в принципе они догадываются что забрали быстренько валькирию а сейчас к появлению валькирии у бегемота уже дали то останется 60 секунд сходит пока 3 генится на базу и ульта уже откадешься и можно уже и снова 800 золота дранкину остается до шранкина я мантер за 10 минут ничего нового себе не купил у ребят в чате прошла реакция походу на дранки не мог появился так влетает по басу зацепили успеет он прожать шарлуху но тут дранкин влетает нет у него сранкина и его сейчас взорвут просто это минус дранкин тут а курсет успел прожать ульту копирует гиомайсера забрали гиомайсера и сейчас через огонь это курсы да а валькирия такую успела воскреситься и возможно сейчас опять будет умирать а курсет пока он джукал 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 умирают это уже 4 в ног скорее всего гг конец так завершение идет до игра т.п. пропустили мог купили как-то серьезно ну как по мне мог это для т.м.м. а не для компетитив игры более подходит мне кажется единственный герой на которого он зайдет сан в райд на фрифарме ну или сан не сандай как варианта но не дранкин это точно но мог как по мне он сейчас в нынешней мете он непрофитный артефакт на него надо долго копить залетать гиомайсер цепанул он только иллюзии и цирклей но тут подцепили кланкса просто сэпэбл залетает бегемот это уже автомат минус 2 прохарасили дранкина почти на фулл хп надо сбивать побосу пока чтобы он не залетел ой отлично гратор пилосила как же поймал щас он дранкин мастера команда кэс содержит победу заслуженная победа для команды кэс ну и ждем следующую игру возможно мы отправимся снова к кэсом они будут играть с дастами все ждем следующую игру